ядерное оружие пожалуй одно из самых разрушительных изобретений человечества что ждет человека оказавшегося в зоне его применения и возможно ли выжить гражданскому населению в случае ядерной войны такова тема этого выпуска здравствуйте мои хорошие в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы был запущен проект под названием doomsday clock или часы судного дня этот проект наглядно показывает возможность наступления ядерного апокалипсиса ежегодно 18 лауреатов нобелевской премии в различных областях науки и техники на основе данных о напряженности международной обстановки прогрессе в развитии ядерного вооружения и климатической угрозе принимают решение на каком отрезке циферблата остановилась стрелка в этом году полночь на часах судного дня символизирует момент наступления ядерного катаклизма за всю историю существования часы судного дня меняли время до конца человечества всего 22 раза включая начальную установку на без семи полночь в 1947 году самую страшную цифру часы показывали в 1953 году когда советский союз и соединенные штаты америки провели испытания термоядерных бомб до наступления полночи тогда оставалось всего две минуты последний раз время на часах изменилось 22 января 2015 года и на данный момент она показывает без трех минут полночь это свидетельствует о том что ядерное оружие до сих пор остается одной из главных и реальных угроз всему человечеству первый и будем надеяться единственный раз ядерное оружие было использовано соединенными штатами америки перед самым окончанием второй мировой войны 8 часов 15 минут утра 6 августа 1945 года хиросима в один миг было уничтожено взрывом американской атомной бомбы а через три дня 9 августа 1945 года в 11 часов утра вторая бомба разрушила город магасаки в общей сложности в двух городах тогда погибло порядка 214 тысяч человек а в последующие годы еще десятки тысяч умерли из-за последствий радиационного воздействия это событие побудило японские власти подписать акт о капитуляции поставивший точку во второй мировой войне 2 сентября 1945 года на сегодняшний день ядерным вооружением владеют соединенные штаты америки чей запас боеголовок на развернутых носителях составляет 1538 штук россия обладает 1648 ядерными боезарядами франция имеет на вооружение около 360 единиц смертоносного оружия великобритания владеет 225 ядерными боеголовками точное количество запаса ядерного вооружения китая неизвестно но по подсчетам западных ученых во владении поднебесной находится около 240 боеголовок помимо этого за последние 30 лет ядерным оружием обзавелись такие страны как индия пакистан и северная корея незабываемый про иран который возможно тоже уже очень близко подошел к тому чтобы обладать ядерным оружием израиль официально не является обладателем ядерного оружия однако в мировом сообществе циркулируют упорные слухи что в этом государстве тоже имеется оружие собственной разработки в условиях современного динамичного мира нестабильной политической и военной ситуации в разных уголках нашей планеты угроза конфликтов которые могут повлечь применение оружия массового поражения остается достаточно велика также нельзя исключать вероятности ошибочного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении результатом чего может стать самопроизвольное начало ядерной войны тем более что уже не раз были прецеденты в 1961 1980 1982 1986 и 1989 годах когда сбои как советской так и американской системах предупреждения приводили военные силы этих стран в полную боевую готовность в случае начала боевых действий с применением ядерного оружия потенциальными целями для нанесения ударов являются места расположения стратегического оружия воинские части правительственные центры столицы страны и столицы областей крупные промышленные и финансовые центры нефтеперерабатывающие и химические заводы важные транспортные узлы крупные порты и аэропорты электростанции что же делать и как себя вести если не дай бог разразиться конфликт с применением ядерного оружия для того чтобы ответить на этот вопрос давайте разберемся в чем заключается его поражающее действие ядерное оружие обладает пятью основными поражающими факторами ослепительный свет и сильный жар ударная волна проникающая радиация электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности вследствие выпадения радиоактивных осадков основной способ защиты в случае начала ядерной войны укрыться от внешнего воздействия и исключить попадание радиоактивных веществ внутрь организма от момента когда заводят сирены предупреждающие о ядерной атаке и до взрыва будет от 15 до 30 минут в зависимости от того кто первый атакует сигнал атомная тревога также будет подаваться голосом по всем каналам теле и радио вещания и дублироваться гудками железнодорожных локомотивов и кораблей один длинный гудок и два коротких повторяющихся несколько раз постарайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться панике первое что нужно сделать это как можно скорее найти убежище бомбоубежища есть на территории почти каждого большого завода домов сталинской эпохи некоторых больниц школ административных учреждений метро тоже послужит отличным местом где можно переждать ядерный взрыв надежным укрытием от ударной волны также могут стать глубокие подвалы и колодцы если добраться до убежища не представляется возможным укройтесь за любым предметом который может послужить защитой например стена здания лягте на землю у ближайшего здания под стеной противоположной центру города где вероятнее всего и будет находиться эпицентр взрыва ногами по направлению к взрыву прикрыв при этом голову руками в момент взрыва а в небе будет наблюдаться яркая вспышка не смотрите на нее вы можете ослепнуть и получить серьезные ожоги примерно через 30-40 секунд после взрыва начинает свое пагубное действие жесткое ионизирующее излучение которое напрямую воздействуя на человека способна вызвать моментальную смерть от его пагубного воздействия способна защитить бетонные каменные стены или большой слой земли спустя еще 30 секунд сверхзвуковая ударная волна покидает эпицентр взрыва которая на открытой местности способна поднять воздух до двух метров почвы первые радиоактивные осадки выпадают примерно через 6-10 часов поэтому за этот отрезок временем следует как можно дальше отойти от эпицентра взрыва 30-50 километров будет уже достаточно безопасно однако если вы проживаете в мегаполисе не торопитесь покидать свое убежище так как вероятнее всего по его территории будет нанесено несколько ядерных ударов если есть возможность находиться несколько дней в убежище не упускайте ее уровень радиации осадков падает относительно быстро через двое суток он снизится в 8 раз и вы сможете достаточно безопасно добраться до чистого не зараженного района а в течение следующих двух недель показатели радиоактивного заражения местности и вовсе упадут до 1 3 процентов если вы все же получили дозу облучения то незамедлительно следует избавиться от одежды подвергшейся воздействию радиации чтобы уменьшить симптомы воздействия и предотвратить поглощение радиоактивного йода щитовидной железой примите обычную 5 процентную настойку йода разведя ее в стакане нежирного молока при отсутствии молока допустимо разведение в обычной чистой воде заросшим и подросткам старше 14 лет суточную дозу готовят по следующей схеме разводят 44 капли настойки на стакан молока хорошенько взбалтывают и в течение минуты дают отстояться пьют раствор каждые 10 минут по одному глотку покидать зону поражения следует против ветра если он направлен к эпицентру взрыва или перпендикулярно направлению воздуха если ветер дует из эпицентра постарайтесь защитить от радиоактивной пыли органа дыхания для этой цели идеально подойдут противогазы и респираторы но в случае их отсутствия используйте любые подручные средства медицинские повязки противопыльные тканевые маски или соорудите любой их аналог из подручных тканей еще раз повторюсь ни в коем случае не стоит поддаваться панике используйте здравый смысл у служб экстренной помощи и местных властей есть точные инструкции как действовать в подобных случаях неукоснительно выполняйте все их требования они лучше знают ситуацию на месте и действуют в соответствии с заранее созданным планом а в завершении этого выпуска хочется пожелать всем моим зрителям мирного и ясного неба над головой не болейте обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите к нам в сообщество здоровья вам